Здравствуйте! Вы смотрите Новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Ксения Тризна. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Заречный присоединился к всероссийским учениям по реагированию на террористические угрозы и другие чрезвычайные ситуации. Тренировки прошли во всех школах города. Мы отрабатывали алгоритм по вводной, когда на электронную почту образовательных организаций приходит письмо с заложенной бомбой в образовательной организации. Мы отрабатывали вопрос, когда злоумышленники на нашей территории и происходит пожар. И отрабатывали взрывное устройство, которое находится на территории образовательной организации. В рамках празднования Дня города состоится фестиваль творчества людей старшего поколения «Серебряный луч». Всех гостей ждут тематические площадки и конкурсы. В рамках фестиваля в «Серебряный луч» будет организован одноименный фотоконкурс. Для того, чтобы принять участие в фотоконкурсе, необходимо сфотографироваться в специальной фотозоне. Это будет белоснежная цветочная фотозона с изящной скамеечкой. Установлена она будет справа от фонтана, если смотреть на Дворец культуры современной. В Театре юного зрителя появится новый занавес. Одежду сцены изготовили сотрудники ТЮЗа. Старый занавес у нас стал ветхим. И вопрос стоял давно. Замена занавеса. Расчеты, конечно, сначала рассчитывали, во что может обойтись новый занавес на заказ. А потом решили, что у нас есть силы пока. И мы решили решить занавес своими силами. И теперь об этих и других новостях подробнее. Заречный присоединился к первым всероссийским учениям по реагированию на террористические угрозы и другие чрезвычайные ситуации. Они организованы Министерством просвещения России, МЧС, МВД и другими структурами. Тренировки проходят на базе школ, колледжей и техникумов. В рамках учений отрабатываются действия сотрудников образовательных организаций и оперативных служб при возникновении террористической угрозы. В Заречном тренировке прошли во всех школах. За ходом учений наблюдал Алексей Лазаренко. Здравствуйте, сработал тревожный кнопку, что случилось? На территории школы обнаружилось взрывное устройство. Этот странный предмет на территории 226-й школы обнаружил охранник, о чем сразу же сообщил сотрудникам Росгвардии. Провода, подозрительная коробка – примерно так выглядят взрывное устройство, которое оставляют злоумышленники. Это найденная бомба – муляж. В рамках всероссийских антитеррористических учений по инициативе Министерства просвещения во всех школах Заречного прошли тренировки по отработке действий при террористической угрозе, а также других чрезвычайных ситуациях. Мы работаем по алгоритмам, которые утверждены Министерством просвещения Российской Федерации в разных ситуациях. Сегодня мы отрабатывали алгоритм по вводной, когда на электронную почту образовательных организаций приходит письмо с заложенной бомбой в образовательной организации. Мы отрабатывали вопрос, когда злоумышленники на нашей территории и происходит пожар. И отрабатывали взрывное устройство, которое находится на территории образовательной организации. Почему нельзя пользоваться сотовым телефоном вблизи обнаруженного подозрительного предмета? Как вести себя при захвате в заложники? Какие действия предпринять при поджоге зданий злоумышленниками? Эти и другие вопросы отрабатывали на тренировке, в которой приняли участие представители нескольких силовых структур. Такие массовые учения впервые прошли во всех образовательных учреждениях страны. В их рамках проверяли не только готовность людей, но и состояние пути эвакуации, исправность средств пожаротушения, работоспособность пожарной сигнализации и системы оповещения. Внимание на территории школы оборудования, взрывное устройство, эвакуация через запасные выходы. В работе наших учений принимали участие все силовые структуры, поэтому мы все договаривались о том, какие действия, как это все происходит, что у нас получилось, что не получилось, какие вопросы еще надо отработать, какие вопросы взаимодействия у нас не отлажены. В ходе учений особое внимание уделяли несовершеннолетним. Если взрослые, сотрудники охраны силовых структур в силу опытности более подготовлены, то с детьми нужно провести более интенсивную работу по отработке правил поведения при различных угрозах. Как показывает печальная практика, зачастую именно дети становятся жертвами чрезвычайных ситуаций. Мы сейчас проходим на практике ситуации, которые могут с нами произойти. То есть это захват школы террористами, если они взрывчатые устройства поставят. Нас также обучают на классных часах, дают инструктажи подробные, что делают в таких ситуациях. И я надеюсь, что на практике нам не придется это применять. Результаты антитеррористических учений оценит специальная комиссия, которая вынесет решение о готовности образовательных организаций к предстоящему учебному году. Далее эти сведения будут анализироваться на региональном и федеральном уровнях. В 31-й творческий сезон с обновкой. В Театре юного зрителя заменят одежду сцены. На этой неделе состоялась финальная примерка нового занавеса. Он создан руками сотрудниц швейного цеха. Выполнен из бархатной ткани, совпадающей по цвету с обивкой кресел в зрительном зале. Все подробности в следующем материале выпуска. Чтобы ткань нигде не тянула, складочки аккуратно распределились по всей длине, а портьеры полностью перекрывали сцену. В Зареченском театре юного зрителя проходит примерка нового занавеса. Специалисты оценивают точность раскроя и качество пошива полотна. Замена занавеса в Театре юного зрителя не проводилась уже очень давно. Ткань, из которой была пошита предыдущая одежда сцены, успела сильно износиться. И вопрос стоял давно. Замена занавеса. Расчеты, конечно, сначала рассчитывали, во что может обойтись новый занавес на заказ. А потом решили, что у нас есть силы пока. И мы решили сшить занавес своими силами. Нашли ткань подходящую. Это тоже проблема сертификации тканей, пожароопасности ее, там еще что-то. В общем, нашли ткань. Вот. Потом немаловажное значение имеет то, что занавес сейчас в цвет всего нашего зала. Новый занавес выполнен из бархатной ткани на шелковой основе. Над его раскроем и пошивом работали три специалиста Театра юного зрителя. Кроили, конечно, мы вот на площади сцены, потому что она позволяет такие размеры взять. Вот. Кроили, ну, практически целый день, одну половину занавеса у нас уходило. Шили долго, разрабатывали технологии, чтобы было прочно, надежно, потому что занавес часто снимают, убирают, потом снова вешают. И надо так, чтобы это все-таки нигде ничто не цеплялось, не мешало работе монтировщиков. Новый занавес, по аналогии с предыдущим, состоит из трех частей. Два больших полотна будут работать как ширма, разделяющая сцену и зрительный зал. Над ними разместится декоративный элемент. Вверх орликин будет. На орликин у нас сейчас следующий этап работы над занавесом. Орликин будет в стиле нашего театра с колпаками. Аппликация колпаками с золотом будет. И он будет вот такой же, как оформлено в фойе. Финальная примерка основных полотен нового занавеса прошла успешно. Работникам театра юного зрителя теперь предстоит подогнать их по длине, чтобы ткань красиво скользила по сцене. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». 3 сентября в рамках празднования Дня города в Заречном впервые состоится фестиваль творчества людей старшего поколения «Серебряный луч». Его инициаторами стали представители ветеранских организаций города. У Дворца культуры «Современник» будут размещены тематические площадки, творческие, спортивные и даже кулинарные. Гости праздника смогут не только на других посмотреть, но и себя показать. Как это сделать, знает Наталья Елистратова. В Заречном выберут «Супер бабушку». Это звание будет присвоено победительнице конкурса, который пройдет в рамках фестиваля творчества пожилых людей «Серебряный луч». Участница состязания уже готовится к предстоящим испытаниям. Будет конкурс «Супер бабушка», где у нас предстанут люди, которые в серебряном возрасте женщины, которые покажут себя и в творчестве, и себя в ответах на вопросы, и представят свои работы интересные. Победительниц состязания «Супер бабушек» определят члены специального жюри. А вот самых обаятельных и фотогеничных представителей старшего поколения зареченцев будут выбирать горожане. В рамках фестиваля «Серебряный луч» будет организован одноименный фотоконкурс. Для того, чтобы принять участие в фотоконкурсе, необходимо сфотографироваться в специальной фотозоне. Это будет белоснежная цветочная фотозона с изящной скамеечкой. Установлена она будет справа от фонтана, если смотреть на Дворец культуры современной. Пройти мимо будет невозможно. Сфотографироваться там могут все желающие, но те, кто захотят принять участие в конкурсе, им нужно прийти с 11.30 до 12.30. Именно в это время в фотозоне будет работать наш фотограф. Фотографии участников конкурса «Серебряный луч» будут размещены на информационном портале городзет.инфо. На этом же сайте с 4 по 11 сентября будет организовано народное голосование. Победителем станет участник, набравший наибольшее количество оценок интернет-пользователей. Лидер этого состязания получит приз. Сертификат номиналом 5000 рублей на услуги одного из городских салонов красоты. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Подробнее о том, что ждет горожан на фестивале «Серебряный луч», мы поговорим с нашим гостем. После основного информационного блока в студию новостей «Заречного» придет лидер фестиваля Светлана Радюк. А пока к другим темам. Муниципальное предприятие «Автотранс» сообщает зареченцам. С 29 августа изменился график движения автобусов в коллективные сады. Корректировка вызвана сокращением светового дня. Теперь общественный транспорт на даче будет ходить до 18.00. Это значит, что последний автобус из коллективных садов будет отправляться в 18.00. Баскетбольный клуб «Союз» открывает новый сезон. В Заречном проходит 9-й турнир по баскетболу на призы биокора среди юношей до 19 лет. В этом году за кубок победителей соревнуются 4 сборные. Гости из Тольятти, Набережных Челнов, Саратова, а также зареченская команда «Союз». Местом встречи баскетболистов стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Лесной». На домашнем паркете заречицам предстоит отыграть 4 матча. Мы перед сезоном пробуем свои силы, приглашаем команды с разных городов, которые приезжают для того, чтобы мы могли тоже поиграть. Они готовятся к сезону и мы готовимся. Наверное, лидеры это все-таки Тольятти с 7-го года ребята, с 6-го, с 7-го, то есть это и дюбл команда. Остальные команды у нас ближе к 8-му году, потому что мы хотели бы попробовать и с кем им поиграть, и своих ребят такого же возраста, чтобы они чувствовали со сверстниками хорошие игры. 30 августа игровой день турнира по баскетболу начнется с матча Тольятти. Второй состав и Набережные Челны в 8 утра. После Саратов сыграет за Реченским Союзом. В 12.00 первый состав Тольятти встретится со сборной Набережных Челнов. Всех болельщиков и любителей баскетбола приглашаем посмотреть игры команд. Проход на матчи свободный. Впереди блок коммерческой информации, а после него нас ждет встреча с гостем в студии. Не переключайтесь. Постарайтесь установить, чья это вещь и кто мог ее оставить. Если ее хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю и кондуктору или в экстренные службы. Помните, в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут быть использованы самые обычные бытовые предметы. Сумки, пакеты, коробки, игрушки, мобильные телефоны и так далее. Родители, разъясните детям, что любой предмет, найденный в транспорте, может представлять опасность. Берегите себя и своих близких. Расскажи о своем Созидателе. Прими участие во Всероссийском творческом конкурсе «Слава Созидателям». Победителей ждут призы. Выбери номинацию. Фото номинация «История в картинках» или видеономинация «Учусь у Созидателя». Автор может принять участие сразу в двух номинациях. Выполни все условия конкурса и жди результатов. Конкурс проводится в социальной сети ВКонтакте. Подробности о правилах и сроках проведения конкурса можно узнать на сайте славадефиссозидателям.ру Месторождение урана в Казахстане и другие приобретения Росатома. Завершилось сооружение второй самой высокой градирни в России. Ледокол знаний вернулся из экспедиции. Смотрите в среду в 20.00. Новости Заречного снова в эфире. А это значит, что настало время встречи с гостем. У нас в студии лидер фестиваля «Серебряный луч» Светлана Радюк. Добрый вечер, Светлана Васильевна. Добрый вечер, Светлана Васильевна. Такой фестиваль у нас проходит впервые. Впервые. Вот расскажите, пожалуйста, как родилась эта идея, кто автор, кто застрельщик, кто идейный вдохновитель, как появилась? Ну, мне хотелось бы сказать следующее, что вот к основной идее я, конечно, никакого отношения не имею. У нас приезжал представитель с Москвы, который работает с волонтерами серебряного возраста. И они ввели разговор о том, какие можно было бы использовать новые формы в работе с людьми серебряного возраста. И вот сказали, что неплохо было бы, наверное, провести какой-то вот фестиваль. И они вот сидели, думали, думали, думали и надумали, что неплохо фестиваль-то провести действительно. Потом меня пригласили в качестве эксперта. Светлана Васильевна, вот послушайте, какие у нас есть мысли. Ну, вот к их мыслям я еще добавила всякие свои мысли. А потом пришлось это все оформить, а потом уже пришлось с ними со всеми работать, а потом сама заинтересовалась. Ну, в итоге подключили всех председателей ветеранских организаций. У нас сейчас работает достаточно большая группа, актива, которая нацелена на организацию праздника, чтобы он был действительно интересным, хорошим праздником. Не только для людей серебряного возраста, а для всех наших горожан. Ну вот, то есть создавался серьезный такой проект с целями, с задачами. Вот он в процессе создался, да, действительно серьезный проект, который нацелен на то, чтобы и показать, что мы умеем, и привлечь тех, кто хотел бы заниматься в свободное время чем-то полезным, и обеспечить всем нам праздничное настроение в дни праздника 65-летия города, и, в общем-то, наметить какие-то планы на новый творческий сезон. Вот сразу вон сколько задач у нашего проекта, целью которого является, конечно же, прежде всего, улучшение условий жизни, мироощущения у людей старшего возраста. Потому что тогда, когда человек покидает рабочее место, в котором он нужен, в котором он специалистка, в котором его окружают люди, с которыми он работает долгие-долгие годы, и он оказывается один на один со своими болячками, со стенами своего дома, и, в общем-то, очень часто не знает, чем себя занять. И вот его жизненный тонус, ощущение жизни, радости жизни, оно, конечно, понижается. А мы хотим, чтобы люди серебряного возраста жили полной жизнью, с ощущением радости, счастья, ощущая каждый день вот то, что нам Господь дарит, и пользуясь этим. Вот нас за примерами ходить не нужно. Вот не раз и не два, в общем-то, мы материалы снимали, да, и были на разных событиях. У нас есть действительно вот такой актив, вот таких инициативных, на всё всегда готовых, именно вот людей серебряного возраста. То есть они, получается, и как бы составят основу костяк. Да, они сегодня, они, конечно, впереди, потому что вот рядом со мной Наташа Матросова, Таня Кузнецова, Галя Козлова, Таня Коксина. Это все люди, которые они в течение творческого сезона занимаются каким-то видом творчества и занимаются общественной работой. И сегодня они, конечно, в первых рядах. Ну и все, абсолютно все председатели наших первичных организаций, во главе с Татьяной Николаевной Костиной, это и Таис Васильевна Рузова, это у нас и Краюшкина, это у нас и Бибиков, это у нас и Сластушинский. Это, ну, всех перечислить невозможно. То есть все люди откликаются и делают определенный участок работы, который ему доверен. Впервые у нас подключили все танцевальные коллективы, которые у нас работают с людьми 50+, и готовится флешмоб. Вот мы вышли на Олю Лосеву, да, Оленька, надо сделать. Оля вздохнула тяжело и делают флешмоб на такой возраст, и я думаю, что это будет, в общем-то, событием, потому что у нас были флешмобы для детей, для школьников, детсадовцы у нас выходили с ними, проводили как-то на День города у нас все танцевальные коллективы, которые работают в городе. Но вот чтобы старший возраст, это было, это впервые. Но я думаю, что это будет тоже очень интересно. Вообще программа, на мой взгляд, она разноплановая, и людям она будет интересна многим, если не всем. К программе подошли. Давайте немножечко все-таки понятно, что это большой секрет для маленькой компании, и должно быть сюрприз, но давайте приоткрываем эту тайну. Я думаю, что это не секрет, я думаю, наоборот, люди должны знать, куда они могут прийти, что они могут посмотреть. С самого начала я хотел бы сказать, что это не только для людей, которые 50+, это для всех горожан, потому что всем горожанам, я думаю, будет интересно. Ну, во-первых, выставка прикладного художественного творчества, в которой будут принимать участие как наши творческие люди, так и те, кто у нас приедут с разных городов, они будут представлять свою продукцию, и не просто выставлять, но еще будет возможность купить что-то. Дальше у нас мы будем хвастаться своим урожаем. У кого в этом году урожай случился на дачах, вот они нам будут этим урожаем хвастаться. Это и яблоки, это и помидоры, это огурцы, и кабачки, и патиссоны, и синенькие. И все это будет представлено в волшебной корзине. Ну и плюс букеты цветов, которые выросли на наших садовых участках. Далее у нас, значит, будет выставка. Называется она у нас «Красная изба пирогами». То есть пироги, печенье, хворост, вот что печется в каждой семье, и где есть какие-то секреты. Вот эти будут, выпечка будет представлена. И в этот же конкурс мы даем возможность представить те закруточки, которые мы делаем. Потому что массу делают люди всяких салатов, всяких закусок с очень интересными рецептами. Вот мы даем возможность представить эти закуски, эти салаты с рецептом, для того, чтобы люди посмотрели, может быть, перепишут, и, может быть, тоже пока еще есть возможность, и овощей еще можно много приобрести. Может быть, они тоже у себя сделают. Это вот такие выставки. Мастер-классы, которые будут работать по различным видам прикладного творчества. Плюс у нас будет Наташа Серова, педагог детской школы искусства. Она будет учить рисовать. Это очень интересно. У нее интересна методика. И люди, которые принимали участие у нее в детской школе искусства, она такое проводила. То есть очень довольна и очень интересно. Будут работать спортивные площадки. Будет у нас представлена спортивная площадка вот тех тренеров, которые работают у нас в Доме молодежи Вербицкий. И Шерстнева. Они будут показывать и рассказывать, что они делают, как они занимаются с людьми, которые 50+. Далее будет у нас работать площадка, которую нам представит лохматый друг. То есть можно будет и себе питомца какого-то взять, и щеночечка, и, может быть, кошечку, кому это необходимо. А я думаю, что очень многим людям, тем, которые уже в возрасте, необходим такой друг дома. Вот у меня дома и собака, и кот, и я очень рада. Когда я открываю дверь, они меня встречают оба. И это те, кто меня любит, независимо от моего настроения, от моего состояния. Далее у нас на сцене будут читать свои стихи и петь свои песни автора нашего города. Будет конкурс проведен частушек. И я хочу сказать, вот я репетиции посещаю, вот заводишься от них хорошим настроением. Они выходят, поют, и на улыбке, на позитиве. Знаете, вот просто получаешь такой заряд бодрости, необыкновенный. Будет проходить награждение участников конкурса «Моя дача», который проходит вот сейчас в газете «Заречья». Будет разыгран призы, вот те билеты, которые раздают сейчас по праздникам двора людям старшего поколения. Вот там будет уже розыгрыш призов. Затем будет проводиться конкурс «Супербабушка». У нас принимают участие женщины серебряного возраста. В этом конкурсе очень, мне кажется, интересные будут их показы. Они будут демонстрировать себя и визитные карточки, и творческие конкурсы, дефиле будет. В общем, не думаю, что это будет очень интересно. Затем будет награждение всех участников выставок. Затем у нас будет танцевальный марафон. Будут представлены все танцевальные коллективы взрослые. И, я говорила, вот этот флешмоб танцевальный. Затем мы предлагаем всем пройти во Дворец культуры. И там будет проходить гала-концерт фестиваля «В песнях останемся мы». Это тот фестиваль, который у нас проходил на протяжении всего творческого сезона. Я хочу сказать, получается такой хороший концерт. Вот прямо от души. Мы послушаем те песни, которые мы любили, которые мы пели, и которые будут петь наши любимые исполнители. Те, которых мы знаем, которых мы любим, и будем все вместе подпевать. Пока, когда закончатся концерты, мы выходим, у нас на площади уже сидит оркестр. Мы слушаем оркестр духовой. У нас стоит каша бабушкина. Мы едим кашу. Мы пьем чай с теми пирогами, которые приносили у нас на конкурс. Мы их порежем, и каждый сможет кусочек съесть. После оркестра у нас будет выступать наша вокально-инструментальная ансамбля. Не очень большая программа, где-то минут на 40. Но она будет представлена. Будут представлены песни 60-х, 70-х, начала 80-х лет, чтобы мы все с вами на хорошей ноте, на хорошем настроении завершили День города и пошли домой готовиться к новому рабочему дню, который у нас уже будет 4-го числа. Вот такая программа. Она вроде бы недолго, я о ней говорила, но она обширная. Она требует очень большой подготовки и очень большого количества людей, которые принимают участие в различных эпизодах этого праздника. Все, короче, у каждого есть своя такая маленькая задача и все выполняют. У каждого, да. И все работают, все делают, все нацелены на то, чтобы сделать этот праздник хорошим, интересным, веселым, и чтобы у всех было хорошее настроение. И чтобы потом в объединение пришли, возможно, новые участники. Это самое главное, чтобы у нас подтянулись к нашим творческим коллективам, которые у нас работают для людей серебряного возраста, чтобы у нас пришли люди. Не сидели дома. И я хочу сказать нашим горожанам, вот и 3-го числа, я понимаю дачи, я понимаю картошка. Слушайте, ну будет хорошая погода, еще выкопайте эту картошку. Сколько у нас, особенно вот после пандемии, мы разучили с вами улыбаться, мы разучили с вами общаться, мы разучились радоваться. Приходите, порадуйтесь общению, порадуйтесь тому, что погода хорошая, то, что люди здесь есть, то, что люди поют, и подпевайте вместе с ними. То есть получите удовольствие от этого праздника. Успеем, скоро зима, и будем все сидеть дома. Вот мы даем возможность найти себе дело по душе, чтобы зимой не сидеть дома, а пойти в какой-то творческий коллектив. Ну и чтобы 3-го числа порадоваться. Вот давайте еще напомним, чтобы 3-го числа люди знали, во сколько и куда идти. В 11 часов у нас начинается праздник. А те, кто еще надумает принять участие вот в тех выставках, которые я перечислила, они должны будут прийти, но никак не позже половины десятого, потому что у нас идет оформление с 8 утра до 10, мы все эти выставки должны будем оформить. Ко Дворцу культуры современных. Ко Дворцу культуры современных. То есть вся площадь Дворца культуры современных, она у нас будет задействована участниками нашего фестиваля, фестиваля Серебряный луч. Ну, я думаю, что где-то в половину 6-го, может быть, в 6-го мы все завершим. Разойдемся, а может быть и нет, да? Да, может быть и нет. А может быть, будем песню петь и сидеть. Спасибо вам большое, Светлана Васильевна. Вот уже буквально через несколько дней этот праздник, и мы увидим, собственно, результат трудов, которые были вложены в его организацию. Спасибо вам большое за то, что согласились к нам прийти. А я напоминаю, что у нас в гостях была Светлана Радюк, лидер фестиваля Серебряный луч. И это все, о чем мы успели рассказать вам. Оставайтесь с нами на канале Заречный. Редактор субтитров А.Семкин